Девушки отдыхают В сериале «Комиссар Рекс» авторы сериала Петер Хаек и Петер Мозер Всегда умирает один Автор сценария Карл Бенедиктор При сотрудничестве Петера Хаека и Петера Мозера Режиссер Михи Рибль Артсмариэнди 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 Надеюсь, я не буду разочарован. Десять тысяч евро за вход все-таки немало. Игра названа так в честь русских. Вы знаете, что делать. Вы просто должны развлекать тех людей в зале. Но опасность... Не бойтесь, ничего не случится. Об этом мы позаботились. Патрон ненастоящий. И не забывайте, после этого вы разбогатеете. Смерть неизбежна. Час смерти неизвестен. Правила просты. Два человека, один револьвер, один патрон. Делайте ставки. Это Коля и Дмитрий из Москвы. Они играют в русскую рулетку. Один из них сегодня умрет. Поставьте на того, кто выживет. Это серьезно? Ты будешь делать ставку или нет? Я ставлю на парня с татуировкой. Игру можно начинать. Это не для меня. Не волнуйся, там внутри ненастоящий патрон. Нажимай. Не настоящий патрон? Если это не так, я иду в полицию Я иду в полицию Я иду в полицию Тринадцать Это не счастливое число Ты уверен? Пожалуйста, если ты так считаешь Это твоя карточка Не позднее, чем через час Ему нужно сделать следующий укол Да, с Петро и поступили плохо Что мне оставалось делать? Она хотела пойти в полицию И потом она встретила на улице трех типов И начала с ними говорить По-твоему, было бы лучше, если бы все раскрылось? Тебе не следовало брать ее с собой Только потому, что ты с ней один раз переспал А почему ты был таким идиотом И оставил ее там лежать? Я должен был дождаться полиции? Шесть Это хорошая цифра Ты меня застукал Я чуть не записал в свою карточку О трупе позаботишься позже Сделай ему еще один укол Я присмотрю за Олегом Где Дмитрий и Коля? На пути в Германию Ты тоже скоро сможешь туда попасть С большими деньгами Позднее Почему нам не позвонили раньше? По недоразумению комиссариата Возможно, преступник использовал глушитель Согласно показаниям трех молодых людей Выстрел не был слышен Кроме того, перед смертью Покойная произнесла что-то странное Арсмариенди Ты знаешь, что это значит? Это, по-моему, на латыни Что-то знакомое Арс Это означает Это имеет отношение к смерти А Арсмариенди? В переводе Арсмариенди Означает искусство смерти Если вы хотите узнать точнее Спросите у профессора Карнера Который является директором похоронного музея Как его зовут? Карнер Отчет вы получите сегодня после обеда Итак, до встречи Привет Привет, Леон Убитую звали Петра Хофингер 20 лет студентка И это было при ней На это семья могла бы жить несколько месяцев Может, покушение на убийство с целью ограбления? Возможно Порванная одежда, много денег Она буквально прибежала в руки мужчин Перед тем, как упасть замертво Может, ее преследовали Она бежала оттуда? Петра Хофингер Петра Хофингер Теперь посмотрите сюда. Это от ее одежды. Так, отпечатки пальцев. Рекс, маска была на жертве? Вопрос. Что Хофингер здесь делала посреди ночи? Это засохшая кровь. Выглядит так, будто кто-то пытался ее смыть. Она должна быть свежей. Возможно, Хофингер была свидетельницей преступления. Была в панике, убежала, потеряла маску. И затем была застрелена преследователем. Маску надевают, если хотят скрыть свое лицо. Ты думаешь, о черной мессе? Черная месса? Может быть. Это бы объяснило таинственные слова Арс Моренди. Но для чего столько денег? Нет, здесь произошло что-то другое. Мы должны прекратить игру. Я имею в виду до того, как это всплывет на поверхность. Теперь, когда у нас так хорошо идут дела, лучше, чем я думал... Посмотри. Это выручка за один вечер. Здесь больше двухсот тысяч. Еще два месяца, и потом мы смотаем удочки. Ладно? Кроме того, это доставляет удовольствие. Кроме того, как билет? У нас дошли. Кроме того, как будет, Маленькая шутка, которую я себе позволяю По отношению к посетителям музея Здравствуйте, Херцог Здравствуйте, Карнер Я директор этого музея Это гроб Жозефины Умершего зашивали в мешок Клали в этот гроб И потом над могилой створки дна открывались При помощи этого рычага Не очень гуманные проводы на покое вы не находите? Ну да Но таким образом гроб можно было использовать неоднократно Потом заполнять другие могилы Разложение трупов происходило очень быстро Меня прислал доктор Граф Он считает, что вы сможете помочь нам в деле об убийстве Да, всегда Если речь идет о смерти Вам что-нибудь говорит выражение «Арсморенди»? «Арсморенди» — искусство смерти Средневековые пособия для смиренной смерти Сегодня бы сказали руководство Руководство к смерти Книга, которая помогала людям средние века Идти навстречу со смертью без страха А смерть была в те времена обыденным понятием Голод, войны, черная смерть Чума Да, верно Но скажите, почему вы этим интересуетесь? Потому что это были последние слова убитой Последние слова умерших всегда преисполнены тайной Богарт сказал Мне не следовало брать скотч Вместо мартини Но кто в 21 веке произносит по латыни искусство смерти Перед тем, как умереть? Причем посреди ночи, на улице Возможно, жертва хотела на что-то указать В прежние времена многие члены ордена Напоминали друг другу о своей смертности Говоря, мементо море, что означает Помни о смерти Минутку Это так называемый гроб для размышлений Он тоже должен напоминать своему владельцу О его смертности Рекс Мне жаль, но у нас нет сейчас времени для игры в лото Привет А, привет Итак, соседка сказала, что Петра проводила много времени в казино и на скачках Она была просто помешана на пари, ставила даже на погоду Откуда у нее столько денег? Год назад она получила большое наследство Кстати, соседка сказала, что в последнее время к ней приходили мужчины Что говорит отчет из лаборатории? Лоскут на самом деле от одежды убитой А кровь, которую мы обнаружили на полу? Группа крови два Резус-фактор положительный Кунц Есть отпечатки пальцев? Пожалуйста Спасибо Ах да Позавчера с телефона убитой было подано объявление в газету Арсморенди Яханнес Крисостамус Вольфганус Теофилиус Человек, подавший объявление, естественно, остался анонимным Но это был голос мужчины Моцарт Моцарт точно не размещал этого объявления Кунц, но кто-то же разместил его Какое отношение имеет Моцарт к искусству смерти? Я тоже этого не знаю Но Моцарт умер довольно загадочным образом И похоронен... Он похоронен здесь На кладбище Сант-Марксер Ты знаешь, где это? Да-да, знаю Куда ты идешь? К Моцарту Марк, я кое-что обнаружил Доску На ней было что-то написано Но надпись так и стерлась, что ее нельзя прочитать Что? Написанное удалось восстановить только частично Спасибо, Рекс Здесь внизу указано время А именно 23 часа Х, В Для слова это слишком коротко И кроме того, Х, В Это римские цифры 10, 5, 15 Возможно, это как-то связано с 15 округом А буквы? Буквы Аудитория Аудитория Номер 15 Да, точно Конечно Ветеринарный институт Аудитория номер 15 23 часа Это приглашение Сторож кладбища Сант-Марксер Сказал, что в последнее время У могилы Моцарта Стало бывать много людей Много людей Зашифрованное послание Директор похоронного музея предположил Что Арс Мориенди Может иметь отношение К какому-нибудь объединению или группе Да, Кофман Хорошо, спасибо Еще один убитый Выстрел в голову Труп нашла после обеда собака-охотника Здравствуйте Судя по всему Это был выстрел С близкого расстояния Самоубийство? Нет У него на руках Нет следов пороха Оружие найдено? Нет Посмотри сюда Это случайно не кириллица? Да И следы здесь На запястье На нем были наручники Если посмотреть внимательнее То можно разглядеть Две тонкие полоски Но только на одном запястье? Да Кровь, которую мы нашли в ветеринарном институте Принадлежит убитому Его зовут Коля Ульянов Его узнали коллеги из отдела по борьбе с торговлей людьми И проституцией Он уже дважды высылался из страны Что говорят баллистики? Хофингер была застрелена из 9-мм люгера А Ульянов из оружия 38-го калибра Этот калибр применяется только для револьверов Верно Это не было самоубийство Возможно, женщина наблюдала, как его убили Надпись на кладбище Которая приглашает на смертную казнь Нет, что-то здесь не так С него хватит Ты уверен, что мы должны продолжать? Конечно Об Арс-Мариенде уже дано объявление Ты точно уверен? Хорошо Добрый день Добрый день Пожалуйста Рулетка? Ну, конечно Рулетка, это так Пошли, Рекс Мы снова едем в офис Пошли Рулетка, это так Рулетка, это так Что? Привет 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 Ты не появлялся в офисе Я хотела посмотреть, что с тобой Мы с Рексом всю ночь бодрствовали Если бы я знала, я бы принесла тебе пару рогаликов Спасибо, Рекс И что вы делали всю ночь? После нашего вчерашнего разговора Мне пришла в голову мысль просмотреть старые дела А Рекс 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 смотрел телевизор Петра Хофингер Да, я просто цвету И? Что? Хофингер Ах да Хофингер Она была известна своей страстью к азартным играм Возможно, она принимала участие в игре, которая проходила тайно Тогда между русским и другим человеком разгорелся спор Русский был убит Хофингер убежала в панике, а потом застрелилась Да, но что если убитый был частью игры? Русская рулетка? А почему нет? Я наткнулся на старое дело Несколько лет назад дети из высшего общества от скуки приставляли к голове пистолет При этом погибла девушка Все это было идеей Филиппа... Филиппа Хильдесхаймера Филиппа Хильдесхаймера Помогите мне, пожалуйста Что? Помочь тебе? Как? Ты распугаешь мне всю рыбу? Убирайся отсюда Помогите мне, пожалуйста Отстань от меня Мне нужна помощь, пожалуйста Сначала выучи немецкий или возвращайся туда, откуда пришел Мам, что это с дядей? Иди дальше Несколько лет назад ваш сын играл в русскую рулетку Вы можете мне сказать, где Филипп был сегодня ночью? Дома Девочка, которая тогда погибла, была подругой Филиппа Он так и не смирился с ее смертью Год назад Год назад Филипп предпринял попытку самоубийства С тех пор его центр речи поврежден Это все моя вина Я не должен был заботиться только о фирме Я ввел Димитрию увеличенную дозу Хорошо Тогда подготовь все Мы же не будем заставлять наших гостей ждать Спасибо, вы нам очень помогли Это был прокурор, который расследовал дело о русской рулетке Оказывается, есть не только Филипп Хильдесхаймер Филипп Хильдесхаймер, с которым ты познакомился Но также его брат по имени Рене Именно он подстрекал девочку поиграть в русскую рулетку Но защите удалось все представить как попытку самоубийства А почему Рене Хильдесхаймер не фигурирует в деле? Они сводные братья Рене зарегистрирован под девичьей фамилией своей матери Да? И как его зовут? Рене Байер Черезай Байер Этот Рене не незнакомец Несколько судимостей за тяжкие транспортные преступления Гонки на улицах и так далее Часто делает ставки Кажется, он паршивый овца в своей семье Его отчим больше не хотел иметь с ним дело после процесса Привет Привет Я говорил с соседкой Петре Хофингер И она мне описала молодого человека, который в последнее время часто навещал жертву Прежде чем ты расскажешь, подойди сюда и посмотри Да, это может быть он Это зеленая мамба Ее укус смертелен Эта змея сегодня убьет человека Или этого Или того Кого она себе выберет Поставьте на человека, который не выйдет из этой комнаты живым А теперь должна решить судьба Я обнаружил спортсмен-подводник Сегодня рано утром Мужчина был утоплен с камнем на шею Отчего он умер? Я нашел на его руке след от укуса Возможно, змеиного Но точно я могу сказать только после вскрытия И вот это Это было под его ногтями Выглядит как зерно или рис Да Я исследую это в лаборатории До свидания Рекс? В чем дело? Цепь Такие цепи Раньше использовали крестьяне Рекс должен был уже видеть такую цепь А где? В ветеринарном институте Полицейские нашли Олега Об этом только что сказали по радио Ну хорошо Еще раз сегодня ночью И прекращаем Мы нашли цепи, которые были изготовлены на одной фирме Исходя из этого, можем предположить, что этот убитый также имеет отношение к нашему делу Мы знаем, где теперь Рене? Нет А второе объявление в газете? В нем тоже есть ссылка на кладбище Но мы не смогли разобрать надпись на могильном камне Пожалуй, я еще раз поеду к Хильдесхаймеру Вы не могли бы оставить меня в покое? Господин Хильдесхаймер Мы знаем о прошлом вашего сына Рене И у нас есть доказательства, что у него была связь с убитой Петро Хофингер Кроме того, я полагаю, что в смерти подруги Филиппа был виновен Рене Не могли бы вы нам сказать, где мы можем найти Рене? Я не знаю Подушка? Голубая 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 подушка Голубая Лейка Поливать Вода Голубая Голубая вода Да, конечно Это то место, где мы нашли мертвого Вблизи от воды есть разрушенный замок Идеальное место для укрытия Спасибо Идеальное место для укрытия Это старый советский рубль Да Да, привет, Никки Да, ясно, мы идем Под ногтями убитого были зерна такого сорта, который не выращивается у нас по меньшей мере лет 90 Согласно данным Университета Мелиорации Мне посоветовали обратиться сюда, так как это самое старое зернохранилище в Вене Посмотрите сюда Лаборатория должна сравнить эти зерна с нашими Супон для ставки Удачливая Вена Победа в третьих бегах Я ищу вашего шефа Здравствуйте Здравствуйте Мы бы хотели узнать, кому принадлежит этот купон Это не справочное, здесь делаются ставки Налоговая полиция? Криминальная полиция Ах так Я ничего не знаю Вы можете пройти с нами и поиграть в старую игру «Добрый и злой полицейский» Понятно Тогда определенно «Добрый полицейский» А вы... Я «Добрый полицейский» А «Рекс» «Злой полицейский» Хорошая собачка Итак, что скажете? Ну хорошо, хорошо Итак, все время ставит на эту хромую клячу Доктор Виммер Вы можете нам сказать, где найти этого доктора Виммера? Обычно я не разглашаю информацию о своих клиентах Но если собачка так любезно меня просит Я сделаю исключение Доктор Виммер На вас на всех были маски Вы утверждаете, что не знаете организатора Верно Мак, какое наказание по статье 286? 286? Безучастность при совершении наказуемого деяния Около двух лет Два года, господин Виммер Для вас доктор Виммер Хорошо, доктор Виммер Мы нашли ваши отпечатки на купоне для ставок Да? Ну и что? В старом зернохранилище, в котором было совершено преступление Вам нужен хороший адвокат, доктор Виммер Такой успешный врач, как вы Может себе это позволить, так? Я только делал ставку Да, доктор Виммер Вы ставили на жизнь человека И мы знаем, что есть еще одна жертва Отпечатки пальцев на этой монете, которую мы нашли Доктор Виммер, не идентичны отпечаткам убитых русских Вы не должны верить, что это игра Были запланированы подобные мероприятия? Вы сможете улучшить свое положение, если дадите нам точную информацию Да Когда и где? На заброшенной фабрике Вальтгассе Так, и когда? Нет, сейчас Дмитрий умрет сегодня ночью Если он умрет перед тем, как остановятся песочные часы Тогда ставьте на красные Или смерть настигнет его после Прошу делать ваши ставки Дмитрий умрет 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 Побольше огня. Криминальная полиция! Криминальная полиция! Криминальная полиция! Криминальная полиция! Полиция! Всем оставаться на местах! Криминальная полиция! Пошли! 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 Статья 286 Уголовного кодекса 2 года. До встречи. Это вы хотели, чтобы лед растаял быстрее? Статья 12. Подстрекание другого лица на выполнение наказуемого деяния в сочетании с статьей 75. Убийство. От 10 до 20 лет. Это зависит от судьи. Возможно, пожизненно. Отпустите меня. У меня достаточно денег и... К тому же взятка. Увидите. Это парень, который на тебя напал. Статья 269. Сопротивление органам власти. До свидания. Улыбайтесь. Господа из прессы уже ждут. А теперь выигрышные номера сегодняшней лотереи. 6, 7, 13, 24, 28, 36 и... И добавочная цифра 45. Не может быть. Рекс выиграл. А ты? А мне везет в любви. Счастье как птица. Извини, Рекс. Извини, Рекс. Извини, Рекс.